У меня как раз-таки здесь есть двухлитровая бутылка колы, и мы проверим, как эта штучка работает. И она тоже красненького цвета. Мы вот эту вещь вкручиваем в лимон, вот так вот. Это такой, как бы сказать... Привет, мои хорошие, с вами Селена Свэй, и сегодня у нас будут покупки ожидания реальность с сайта Joom. Ох, ждала я долго, все эти посылки невероятные, будет очень много всего интересного, будем смотреть и пробовать. Первое, кстати, что я вам хочу показать, это то, что я уже испробовала. Мне эта вещь понравилась. В прямом эфире я показывала ее девочкам, кстати, кто-то уже, наверное, помнит. Это такая затычка для ванны, для раковины. Чем она хороша? Тем, что она, то есть, все время лежит на раковине, да, то есть, вот открыто, все прекрасно. Здесь идет такая сеточка, которая уже в процессе показала себя. Она очень хорошо задерживает все мои волосы. Вот за ухо сделала, красота. Так лучше. Волосы все мои задерживает, это очень классно. Ну и если нам нужно набрать ванну, то, пожалуйста, раз, и все, и она набирается. Ну, удивительно, что она действительно работает. Такая беленькая. Следующее, что я приобрела, это вот такое вот приспособление для выжимки лимона. То есть, как я понимаю, мы вот эту вещь вкручиваем в лимон, вот так вот, и все, оно хранится у нас так в холодильнике. И если мы захотели, например, мы сделали пару пшиков, и прям лимон в чистом виде попадает нам туда, куда надо. Это можно, я вообще взяла это для того, чтобы пшикать в чай, хотя я люблю когда-то плавать лимон. Ну, еще это можно делать, например, какие-то маски отбеливающие для лица. В общем, мне кажется, это какая-то интересная штука. Во всяком случае, интересно проверить вообще, пшикает или нет. Надо купить лимон сегодня. Итак, мы берем лимончик, берем нашу приспособу. Я попытаюсь сейчас сделать это без предварительного надреза. Где-то здесь. Я вообще сначала думала вырезать вот здесь, потом воткнуть. Ну, а представим, у нас нет ножа и нет ничего. Так, насколько она острая. Пошла вода в хату. Так, смотрите, какой у нас супер лимончик получился. О, а теперь проверим, будет ли он пшикать. Смотрите. Он пшикает идеально. Я жду, а пшикнет, а потом. Кристинка, у тебя пессимистический настрой. Слушай, ну не, он по идее там, ну как бы в соке все это делал. Слушай, ну классная штука. Можно прям на лицо пшикать, да, отбеливать. Работает. Это класс. Это конкретно называется? Да нет, это для чего угодно. Можно пшикать, например, тортик. Ручку напшикать, в глаз кому-нибудь пшикать. Вот, например, как этот баллончик. Баллончик с лимоном. Представит тебе кто-то, ты вот лимон достаешь из сумки и пшикаешь в глаза. Дальше. Очень много кто спрашивал меня, я уже снимала видео вот в такой повязочке. Oh my god. Oh my god. Написано на ней. Она вот такая персика розового цвета. Это для того, чтобы когда вы краситесь, там на голову одеваете, и вот такие вот бантики тут. Тра-ля-ля. В общем, когда увидели, мне начали сразу спрашивать, Селена, где ты взяла? Я ее заказала на Joom, но потом я ее нашла на Алиэкспресс, и она там дешевле рублей на 40. Так что я ссылку под видео оставлю на Алиэкспресс, где можно купить такую штучку. Очень классная. Сейчас замерю, покажу. Какая красота получается. Вот так. Я люблю еще, чтобы бантик был чуть сбоку. Вот так. Ой, челка сдвинулась. Прям Барби. Красота. Следующая вещь, которая очень меня заинтересовала, это такая приспособа. В общем, она стоит вот здесь. Сюда вставляется бутылка, вкручивается, например, двухлитровая. И вы нажимаете себе, наливаете уже прям непосредственно в чашечку, что хотите. Правда, интересная вещь? У меня как раз-таки здесь есть двухлитровая бутылка колы, и мы проверим, как эта штучка работает. Ну что, мы открыли с вами колу. Теперь мы одеваем на нее вот эту штучку, верх ногами, я думаю. Вот так. А потом перевернем. Так. Закрутили плотно. Мне кажется, можно прям с ней в холодильник ставить. Теперь аккуратно переворачиваем. Надеюсь, что оно все не потечет сразу. Так, вроде не течет. Я вообще такую штуку думаю для воды прям взять. Так, теперь несем стакан. О, потекла. Все, что ли? Эээ, я думала, это будет прикольная тема. Что-то пока вообще никак не прикольно. Что это такое? Что это такое? Ой, может надо вот так? Вот так? Как это должна течь-то? Это вообще нормально? Может я что-то там не открыла еще? В общем, эта штука не работает. Я уже ее открыла, раскрутила. Ничего там не мешает. И так, и сяк. И вот прокачиваю ее уже. Но она не хочет работать. Обидно. О, зато и с другой стороны потекло. Смотрите. Вы видите это? Что за трэш, блин? Почему мне не везет? Вот. Вот вам и Джум. Ай. Написать им может, чтобы они мне деньги вернули? О, потекло. Чуть-чуть. И все. Короче, пить по чуть-чуть. Но это не норм. Может, если кто-то знает, в чем дело тут. Что это такое? Фигня. Я расстроена. Следующее мое приобретение, это вот такие очки. Красненькие. Мне показались, они очень симпатичные. Смотрятся именно на фотографии. Но качество, конечно, оставляет желать лучшего, как мне. Прикольно. В принципе, они неплохо смотрятся. Все сразу розовое, красное, розовое, красное. В розовых цветах. Вот что значит одеть розовые очки. Но они не розовые, а красные. Но небо розовое у меня прям ярко-розового цвета. Классно. В принципе, смотреть на мир через них очень круто. Надеюсь, они мне идут. Еще у меня есть парео. Нет, туника. Нет. Халат для купальника. Блин. Я забыла их назвать. Скорее всего, туника. И она тоже красненького цвета. Прям под очечки, правда? На фотографии она смотрелась очень эффектно. Сейчас посмотрим, как она смотрится на мне. Так, ну смотрите. Туника, как вы увидели сами, она немножко... Я ожидала, что она будет другая. Она какая-то широковатая. Рукава какие-то широковатые. Я надеялась, что рукава будут длинные. Может, я чуть не доглядела на картинке. Вот. И она еще такая, не совсем длинная, прям как я хотелась. Я обычно люблю длиннее. Ну, качество тоже такое. Так себе. Легкая, простая. Но в принципе, знаете, для пляжа, когда там все валяется, где-то мокрое одевается. Ну, то есть, пусть будет фотосессия там. На фотках все красиво будет. Ну, и еще одно приобретение себе взяла. На фотографии она смотрелась безумно круто. Прям секси-пекси. Это такой, как бы сказать, это не купальник. Это скорее нижнее белье, потому что оно сделано из ткани. Вот такая тигра. Я долго не понимала, как это все здесь зашнуровать, чтобы оно получилось так, как на фотографии. Но, по-моему, оно так и не получилось так, как на фотографии. В целом, пошив хороший, потому что фигуру подчеркивает, нигде вот так вот не висит ничего. Но вот как на фотографии оно не смотрится, на мой взгляд. И это очень обидненько. Ну, вот такое коротенькое видео получилось. Посылочки с Джум я продолжаю ждать. Хотя я заказала очень много посылок. Пришла вот такая только часть. Все остальное я жду-жду, блин, не дождусь. Я еще заказала очень много одежды, очень много приколюшек всяких интересных. И хочется вам скорее все это показать, потому что одежда вся к лету. Кстати, сравниваю некоторые посылочки, покупочки и вижу, что на Алиэкспресс можно те же вещи найти дешевле. Поэтому, если я это найду, то я обязательно вам скину ссылки на Алиэкспресс, где это можно заказать дешевле. Кто помнит, я раньше говорила, что с Джум бывало мне прям из 10 вещей прям половина не доходит и деньги возвращаются. Мне это не очень нравилось, потому что я все-таки жду свою посылочку. Ну вот в последнее время вроде бы сейчас все стало приходить. Так что ждем. Будет еще одно видео обязательно. Ну, надеюсь, мое видео было полезным и интересным для вас. Если так, обязательно ставьте лайки. Если кто-то еще не подписан, обязательно подписывайтесь и ставьте колокольчик, чтобы не упустить мои новые видео. А я пойду раскладывать свои новые вещи по местам. Ну а с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok